26 ноября отмечается народный праздник Иван Златоуст. В этот день православные христиане почитают память святого Иоанна Златоуста, одного из трех вселенских святителей и учителей. В народе говорят, созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту, вьюги и метели, и дает холодам наказ, оттепели унять. Этот день считается очень важным в православии, поэтому следует знать приметы на 26 ноября, чтобы провести этот праздник правильно. Зима полностью уже вступала в свои права, все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из изб. Наши предки говорили, на Златоуста все в поле пусто. В старину люди верили, что Мороз – это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его стариком огромного роста, с длинной окладистой бородой. До чего дотронется он своим посохом, то вмиг в ледышку превратится. Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтоб сильно не бушевал, не морозил землю, дал трудовым людям отдохнуть от повседневных хлопот и насладиться зимними деньками. 26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано по утру в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем. Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опаски. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний делался не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски. Потом их замораживали на улице и всыпали в мешки, в которых их хранили. По надобности из мешков доставали нужное количество пельменей и отваривали на обед. Что же нельзя делать 26 ноября, в день Иоанна Златоуста? В народе считается, что в этот день нельзя работать. День святого Иоанна Златоуста – большой праздник, поэтому от тяжелой работы по дому в этот день лучше отказаться. Нельзя в этот день конфликтовать. Постарайтесь этот день провести максимально неконфликтно, святой точно не поощряет ссоры и споры между людьми. Ведь любой конфликт или стычку интересов можно решить вполне цивилизованно, испытывая при этом минимум негативных эмоций. Также нельзя в этот день сквернословить. Необходимо тщательно подбирать слова и фразы, чтобы все, что вы говорите, думаете и делаете, было чистым, честным и без злых помыслов. В народе считалось, если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления. Днем началась снежная буря, значит, ночью будет мороз. Если выпало много снега, к урожаю зерновых на будущий год. Если звезды мерцают ярко, будет снежная и ветреная погода. Если млечный путь хорошо виден, к стуже. Если на Златоуста раскаркались вороны, то быть скорой оттепели. Зайцы бегут из леса, будет стужа. На Златоуста нельзя ругаться, иначе, когда нужно будет обратиться к Богу, он не услышит. В народе считалось, что родившиеся 26 ноября обычно доживают до самой глубокой старости. Носить им следует шпинель, как оберег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok